Итак, вопрос энергетики это очень существенный вопрос нашего существования. И хотя конференция посвящена Вселенной, Вселенная без энергетики жить тоже не может. Ну а я буду говорить о самом земном веществе, а именно о воде. Кстати сказать, вода во Вселенной, по крайней мере в нашей галактике, считается третьим веществом по распространенности. На первом водород, потом гелий и на третьем месте вода. Но загадки воды и проблемы для науки вода создала с момента своего появления. Природа, создавая живое, естественно, опиралась на воду, и поэтому мы с вами на 70% состоим из воды. Чем интересна вода? Вода, это все, ну в общем, это известный факт, что вода иногда течет не вниз, как положено ей, а вверх. Это малая Зеленчугская, она течет вверх, а дождик, падающий с неба, падающий на асфальт, течет вниз, туда же, куда катится автомобиль, снятый с тормозов. Две воды, а ведут себя по-разному. Ну, это, так сказать, для начала. Итак, что ж такое вода? Все вы знаете портрет воды, и вам внушали, что это угол 105 градусов. Забудьте это. Вода изменяется в зависимости от состояния, и угол меняется от 90 до 110-120 градусов. Вообще у воды константа только одна, молекулярная масса, а все остальное, хоть мы и называем это диэлектрической, постоянной, для воды она меняется в широких пределах. Ну и другие показатели тоже самое. Но что интересно, значит, каждая молекула воды способна образовывать 4 водородных связи, 2 как донор протона и 2 как акцептор протона. И все это создает единую сетку водородных связей. Что еще интересно, что несмотря на то, что вода свои даже геометрические параметры меняет, но тем не менее она все время стремится к так называемому золотому сечению. Поэтому мы даем определение воды. Вода в конденсированных состояниях открытая, гомогенная, полярная, термодинамически неравновесная супрамлекулярная аквасистема. Целостность и свойства которой обеспечены единой полиморфной, фрактальной и чрезвычайно структурно-динамичной сеткой водородных связей. Расчетное время оседлой жизни аж связи 10-13, 10-11 секунды. Любители квантов, опираясь на эти теоретические данные, они соответствуют действительности, правда никогда не мерились и их трудно померить. Говорят, что структуры у воды быть не может. Первая ошибка, они не делают, что говорят о структуре воды. Правильно говорить о структуре сетки водородных связей. А время жизни это одиночные связи, и это относится к нано. Ну, кванты производятся расчеты на нано уровне и ниже. Это относится к этому уровню. А что касается макроуровня, то все здесь знают, что след от винта моторной лодки, я уж не говорю о подводной лодке, держатся часы, а то и сутки, которые наблюдаются. Вот вам, пожалуйста, 10 минус 13 секунды и сутки. То есть надо к воде подходить аккуратно. Итак, эти особенности аж-сетки, здесь как-нибудь можно подправить, обусловивают ее кооперативность, нелинейность, а также акварадиосвойства и способность воды к резонансным волновому взаимодействию, самоорганизации и структурной самовоспроизводству. Поскольку сетка водородных связей, энергия, она с одной стороны для межмолекулярного взаимодействия очень сильная, для внутримолекулярных связей она слабая. И вот из-за такой переходности для воды чрезвычайно характерны фазовые переходы второго рода. К сожалению, четкого определения нет, поэтому пришлось немножко добавить, что фазовыми переходами второго рода в воде и аквасистемах называется обратимый процесс, который совершается без изменения общей внутренней энергии и сопровождается локальным изменением структуры аквафрагментов, инициируемых физическими полями и протекающими в два этапа. Резонансный этап – инициация воздействующим физическим полем очень быстрого локального перехода аквасистемы в возбужденное состояние благодаря резонансу, приводящему к сопряженному локальному перераспределению. Дельта У свободная, дельта У связанная, причем дельта И, а дельта И – это изменение информации. Я ввел понятие информации в термодинамику как статистическую характеристику организованности системы. Ну а дельта С, вам известно, это изменение энтропии, которое характеризует хаотичность. К сожалению, в термодинамике все было зашкалено на хаотичность. Ну а когда термодинамику от тепловых процессов перешли к живым системам, то здесь без организованности жить нельзя. И почему-то вводят понятие негэнтропия, вводят понятие отрицательная энтропия, но любая хозяйка знает прекрасно, что порядок и беспорядок – это две абсолютно разные характеристики. Итак, после резонансного этапа, который совершается в присутствии инициатора, когда вы уберете инициатор, то наступает релаксационный этап. После устранения инициатора происходит замедленная релаксация аквасистем из возбужденного в исходное состояние, то есть структурно-временной гистерезис. Кстати сказать, фазовые переходы, как классика говорит, это прежде всего намагничивание железа, пьезоэлектрики и так далее. Так вот, с железом очень интересно. Почему-то никто не смотрит, как железо теряет свои магнитные свойства в пермалоидном экране. Потому что, когда вы убрали сильное магнитное поле, остаётся слабое магнитное поле Земли, которое, естественно, инициирует опять намагничивание. И поэтому железо довольно долго сохраняет. То есть структурно-временной гистерезис требует большого времени. Итак, фазовые переходы второго рода в биосистемах – основа их жизнедеятельности. Так как фазовые переходы второго рода не требуют энергии, энергия только перераспределяется между энергией связанной и свободной. Мне представляется, что лучше заменить термин «связанная энергия» на энергию хаотических форм движения, а «свободная энергия» – это энергия организованных форм движения. Итак, акваэнергетика. Вода способна акваклатратироваться, то есть прятаться в рубашку из молекул воды. При этом одиночная молекула воды в акваклатратах ни с чем не связана по теории. И поэтому она очень чувствительна к внешним воздействиям. Когда в вихре, в центре вихря давление понижается, то согласно принципу Леш-Ателье, молекулы воды диссоциируют на радикалы. Нам говорили, что радикалы вода образует только при сильных воздействиях радиации или высоких температурах. А оказывается, она их образует при вихревом движении. При этом время жизни этих акварадикалов не доли секунды, как положено, а поскольку они в рубашках из молекул воды, то они живут долго. В то же время вихрь выбрасывает. Значит, и что получается? Прямая реакция разложения воды на акварадикалы требует энергию. И теоретические расчеты показывают, что эта энергия небольшая. 50-100 кДжоулей на моль. Когда эти аквакуатратированные радикалы выбрасываются на периферию, то по пути они, ну как я говорю, для находчивости стриптизируют, теряют эти акваоболочки, и в голом состоянии они реагируют, выделяя 550 кДжоулей на моль. При этом они еще и конденсируются. Поэтому акваэнергия достигает 400-500 кДжоулей на моль. То есть без всяких торсионных, физического вакуума, эфира, холодного ядерного синтеза, вода выдает энергию ощутимую. То, что это происходит действительно так, свидетельствует изменение ее параметров. Вихревая вода, ну, во-первых, нагревается, во-вторых, восстановительный потенциал, и ее, правильно ли говорить, восстановительный потенциал, а не ОВП, ну, по закону. Но, к сожалению, мы их не знаем, поэтому сплошь и рядом. Итак, восстановительный потенциал вместо 200 плюс становится минус 200. Ну, а PH тоже изменяется, но медленно. Это восстановительный потенциал быстро изменяется. Итак, вихревой режим движения аквасистем возникает при наличии его инициаторов, а их великое множество. Во-первых, вихреобразователи, пульсирующие акустические и ультразвуковые источники, при обтекании объектов, при движении по трубам, через сопла, капилляры и при наличии градиентов интенсивных параметров. Когда речка Зеленчук обтекает камешки, то отсюда появляются акварадикалы, а, следовательно, и энергии, почему вода течет вверх. Знаменитая трубка Ранка и ее температурные эффекты. В 1925 году он догадался померить температуры. Французская академия, так как и Российская академия, наук послала его далеко-далеко, и он уехал в Штаты и в 1934 году получил патент. Объяснений до сих пор нет. Почему по центру выходит холод, а по периферии выходит тепло? Объясняется все очень просто. В центральном осевом потоке протекает указанная реакция, которая требует минус 50-100 кГж на моль. Поэтому она понижает температуру центрального потока, который удаляет из трубки основную часть акварадикала в акваклатратах. Небольшая часть акваклатрата выбрасывается центробежными силами в периферийный поток, при этом они теряют свои акваклатратные оболочки. А на периферии потока голенькие акварадикалы мгновенно реагируют, выделяя 550 кГж. То есть обратная реакция взаимодействия свободных экзотермическая. Она и повышает температуру. Значит, раз обратимая реакция, то считают, что ничего не должно быть. Но в данном случае она протекает в разных точках системы и абсолютно разный механизм. Прямая реакция через акваклатраты, прямая реакция без акваклатраты. Кавитация. Явление, которое человечество давно и гидродинамщики придумано. Правильно говорят, что это явление, вызывающее локальное нарушение плотности жидкой среды из-за местного резкого понижения давления ниже критического сообразования микропузырьков газов, схлопывание которых приводит к гидроударам и микровзрывам. Недостатки этого определения. Первое. Упускается, что образование пузырей требует энергии. Ничего не говорится. Состав микропузырей по умолчанию в основном. Вот. Ну и откуда энергия? Тоже источник не указывается. Но при наличии в системе молекул воды, это не обязательно сама вода, это может быть водная эмульсия или пары воды, всегда происходят их окислительно-восстановительные обратимые превращения с выделением аквоэнергии, о котором я говорил, что усиливает разрушающее воздействие процесса кавитации и объясняет его химию и термодинамику. Данный энергетический процесс 500 кДж на моль, сопровождающий кавитацию, до сих пор даже не рассматривается. Кавитация бывает гидродинамическая, а бывает акустическая. И та, и та, механизм аквоэнергетики один и тот же. Сплошь и рядом, вернее, вихревое движение воды было использовано для самоочищения сточных вод. Ну, объясняли это всё одним словом – кавитация. Но раз кавитация не совсем до конца, то теперь разъясним, что любое органическое вещество, поскольку вода может быть как окислитель, тогда оно окисляет продукты, написаны, а если вода – восстановитель, она всегда, если она – окислитель, то она одновременно и восстановитель. Идёт другое разложение. И поэтому, как мы видим, здесь получается фосфор. Ну, в настоящее время на пляжах Балтийского моря находят а-ля янтарь, который хватают, прячут, а потом там появляется ожог. Из-за чего? Из-за того, что это были аллотропные формы, включая и белый фосфор. А откуда фосфор взялся? Потому что там захоронили. Фосфорорганические отравляющие вещества. Вот Балтика и работает. Итак, под действием слабых физических полей, включая вихревые и импульсные режимы движения в водных потоках, вода безреагентно самоочищается от органических веществ, проявляя свойства и восстановителя, и окислителя. Итак, аквасистема организма. Понятно, что вся наша кровеносная, вообще, все системы, включая клеточные, включая мембраны, они содержат сопла, капилляры, сосуды и так далее. Сердце дает пульсирующий режим, дыхание поддерживает пульсирующий режим. И поэтому неудивительно, что нашей аквасистемой проявляют окислительно-восстановительную двойственность. При этом меряется восстановительный потенциал. И вы видите, кровь минус 300, минус 100. Грудное молоко минус 70, в то же козье молоко минус 200. Это, естественно, свежее, ну, только парное, как говорится. А искусственное молоко плюс 70-100. Так что объяснить только одними жирами или белками, вы не объясните. Таким образом, вода в организме одновременно проявляет сильные восстановительные свойства, но потенциально и окислительные свойства. И отсюда получение активных форм кислорода. К сожалению, существующая теория, что активные формы кислорода – это ошибки метахиндриального окисления, ну, это природу обидели. Природа на ошибках не работает, она работает на закономерностях. Раз получились активные формы, пожалуйста. Итак, сильнополярные биосубстраты – это гидрофильные частицы, они гидратируются. Это общепризнанно. Неполярные и слабополярные биосубстраты – это гидрофобные частицы, в воде они аквакватратируются, то есть образуется рубашка из молекул воды, а сам биосубстрат с молекулами воды здесь не взаимодействует. Ну, а большинство органических биосубстратов, они гидрофильные, гидрофобные, и поэтому их частицы и гидратируются, и аквакватратируются. Итак, вихревые режимы движения её паров – основа многих загадочных явлений и проблем науки. Разрушительные силы морских и океанских волн, восстановительный потенциал меньше нуля, смерчи, тайфуны, торнадо, ураганы, цунами с их гигантской энергетикой. Откуда энергия? Из воды, вихревой. Большинство так называемых НЛО от маленьких шариков до больших образований, их воздействий на фотографии, видео и человека является следствием возникающих локальных временных светящихся вихревых образований в атмосфере из порог воды, содержащих акварадикалы, а не какие-то божественные или ещё какие-то явления, и неторсионных полей. Торсионных полей нет. Я понимаю, что предыдущий автор, ну, дедушка, естественно, влюбился, ну, а любовь, она зла, полюбишь и козла. В данном случае не козёл, а торсионные поля. У вас вода, у них поля. Да, да. Вода – это вода. Конвексивные явления в атмосфере, круги и рисунки на полях или в океанах светящиеся – это всё следствие вихревого движения порог воды. свет появляется не так, как физики говорят, от аква-ионов, ну, ладно, люстр Чижевского. Короче говоря, не от ионов, а от чего? От акварадикалов. Вот, поэтому, ну, и сейчас вы все наблюдаете, ещё середина лета, а уже полно жёлтых листьев. Откуда они появились? Из-за трубки ранка, эффекта трубки ранка. Вихрь, в центре вихря резкое похолодание, и листики что? Примерзли. Локально. Вот. Рядышком листья – а, тепло, на периферии потока, а в центре потока холодно. Итак, предложен очень оригинальный и интересный метод, к сожалению. Отметается эта реанимация заброшенных нефтяных скважин при их обработке ультразвуковым кавитатором. При этом образуются лёгкие фракции. Не только нефть начинает опять идти, но и образуется больше лёгких фракций. Ну, несмотря на кажущуюся великую экономическую, не игнорируется. Почему? Объяснений нет. Всё? Всё. Аква-системы живых организмов из-за их пульсирующих и вихревых движений содержат акварадикалы в аквакатуратированном состоянии. Ну, а определение клеток живых организмов в целом или при недостаточном питании, или при его вообще отсутствии, ну, когда человек... То есть, когда медведь спит, или сурок там спит с июня месяца по февраль, по январь, так он же не ест, а живёт. Из-за чего? Что реализуется акваэнергетика живого за счёт синтеза воды из акварадикалов, имеющихся в их аквасистемах. Ну, и, наконец, загадочные магнитные свойства воды. Значит, когда Классен достучался до Центрального комитета, займитесь, что сделала Академия наук? Она сказала, что вода диамагнетик, а Классен-то пошёл к сожалению. Ну, а на самом деле, да, вода диамагнетика, да в ней нет акварадикала. Но как только они появляются, появляются спины упорядочные и неупорядочные. Неупорядочные получается парамагнетик, а упорядочные получается аквамагнетик. Но в чём отличие от железа? Там долго, а здесь структурно-временной гестерезис такой короткий. Блюменфельд, когда показывал на ЭПР сигнал при делении клеток, все удивлялись. Семёнов был доволен, какой у него талантливый ученик. А когда вышел прохвост в костюмчике и с галстучком и достал из чашки Петри, где бы лежали дрожжи, кусочек ферн-трио 4, все ахнули. Никто не заметил, как он его туда подкинул. И после этого 40 лет Блюменфельд доказывал, что он... Но он не понимает, откуда растут ноги. Поэтому самое главное, нам, дедушкам, нужно, конечно, обязательно влюбляться, обязательно быть преданным своей любви, но не забывать, что любовь зла, полюбишь и козла. Поэтому выбирайте правильно. Так, ещё мне хочется в завершении показать... Это благодарю моё большое, так? Включая коллегу Данилова, который мне помогал делать. А вот теперь посмотрите, пожалуйста, обращаю внимание всех. На книжке человек, который, к сожалению, уже вышел в тот мир в этом году. Игорь Вадимович Попов. «Стохастические процессы физики явлений Земли и Солнца». Очень интересная книжка. Описываются механизмы. Ну, а потом он подключил своего сына и написал книжку «Ядерные силы и гравитация. Результат стахастического поведения природы». Ну, а книжку Сергея Кернбаха, может быть, все знают, но, тем не менее, она интересная, поскольку она посвящена правильно экстрасенсорике. Но слово «экстрасенсорика» он что? Не использует. Валерий Иванович, у меня такой вопрос. Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, вот с вашей точки зрения вот тот фазовый переход второго рода, о котором вы говорите, он обратим? Да. Исключительно в относительном смысле, но не в абсолютном. Что значит? Существуют ли абсолютно обратимые процессы в природе, с вашей точки зрения? Конечно. Существуют? Да. Понял. Понятно. Была вода и стала вода. Нет, вы не различаете абсолютно и относительно. Вот в этом вопросе. Ну, да. Пожалуйста. Пожалуйста, вопросы. Благодарю. А, пожалуйста. Валерий Иванович. Да. На ваш взгляд, есть ли какая-то связь между аж-сеткой или сеткой Хартман? Если вы считаете, что это одно и то же, то почему сетка Хартмана имеет все-таки стабильный достаточно характер, а в воде она... Ну, потому что сетка водородных связей есть и на наноуровне, ну, а сетка Хартмана... Ну, спасибо за вопрос, потому что я сейчас включился и понимаю, что это действительно не сетка водородных связей. Хотя а-ля сетка водородных связей, но в макроуровне. В ней принимают участие пары воды, которые в нашей атмосфере присутствуют. И эти пары воды находятся под влиянием электрического и магнитного поля Земли. И отсюда появляется вот эта регулярность. Вот так что это не сетка водородных связей, но что-то общее между ними есть. Спасибо вам большое. Пожалуйста.